Добрый день, братья и сестры! Добрый день, новое поколение! Добрый день, братья и сестры! Если христиане не придумывали себе дело, которое Иисус им не поручал, а делали то, что Он им поручал, то 2 миллиарда христиан за неделю могли бы привести ко спасению оставшихся 5 миллиардов. Но, к сожалению, многие христиане, они придумывают себе какую-то христианскую работу, которую Господь им делать не поручал. И поэтому они делают все, только не то, что нужно. Нам нужно проповедовать Евангелие. И когда мы будем проповедовать Евангелие, этот мир будет изменен. Потому что все происходит силою Слова Божьего. И если у тебя есть Слово, и ты его говоришь, Бог работает. Потому что Бог и Слово неотделимы. Иисус Он Слово, а Слово это Иисус. Поэтому, братья и сестры, мы собираемся на конференцию помазания. Для того, чтобы получить помазание Духа Святого. И нам нужно помазание Святого Духа для того, чтобы служить Богу. Для того, чтобы делать работу для нашего Господа. Прежде чем я буду дальше проповедовать, сегодня у нас весь день будет посвящен помазанию. Мы будем молиться за больных. Мы будем разрушать всякое проклятие. Во второй половине выйдет Ансел Мадебука. Давайте его поприветствуем. И мы будем иметь потрясающее служение. И мы сегодня благословим пастыря у наших епископов. Для того, чтобы они дальше продолжали служить Богу. Но прежде чем я буду проповедовать, положи руку на своего соседа и помолись за него несколько минут. Попроси, чтобы Святой Дух коснулся его сердца. Чтобы в это сердце пришла вера Божья. Чтобы эта вера, она позволила ему быть исцеленным, спасенным, освобожденным. Чтобы эта вера позволила ему войти в служение, в призвание, в предназначение. Мы просим тебя, Дух Святой. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Я запрещаю тебе действовать на этом месте, я провозглашаю царство, господство, силу и власть Иисуса Христа на этом месте, в каждой жизни, в каждой судьбе. Во имя Иисуса, во имя Иисуса. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Аминь. Библия говорит, что Бог помазал силою Своей Иисуса Христа из Назарета. И Он исцелял всех, которые были одержимы дьяволом. Болезнь, бедность, неустройство, они не запланированы Богом. Дьявол решил портить жизнь людям. И наше служение сводится к тому, чтобы разрушить дела дьявола. Когда Иисус ходил по земле, Он разрушал дела дьявола. Он изгонял бесов. Он исцелял больных. И даже самое кошмарное дело дьявола, которое называется смерть, Иисус отменял. И вместо смерти Иисус людям даровал жизнь. Человек, который имел сухую руку, он был исцелен. Женщина, страдавшая 12 лет кровотечением, когда прикоснулась к Иисусу, тот же час была исцелена. Мертвый Лазарь, он воскрес и вышел из своей могилы. И было еще огромное количество чудес и знамений, которые совершил Иисус Христос. Иисус, он пришел разрушить дела дьявола. Знаете, когда мы видим, сколько чудес сотворил Иисус, нам хочется сказать, Господи, сделай сейчас, на этом месте, то, что Ты делал раньше. Кто хотел бы так сказать? Сделай сегодня, то, что Ты делал 2000 лет назад. Но Библия говорит нам, что Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же. Иисус не изменился. Иисус остался прежний. И если Он творил чудеса 2000 лет назад, Он хочет творить их сегодня. Что мы видим? Мы видим, что изменились люди. Потому что каждому человеку, который получал свое чудо, Иисус говорил, вера Твоя спасла тебя. Люди, с которыми имел дело Иисус, они показывали Иисусу свою веру. Человеку, у которого была сухая рука, он подошел к Иисусу, и Иисус сказал ему, протяни руку. Ему нужно было напрячься, чтобы поднять сухую руку. И именно в тот момент, когда Он начал ее поднимать, чудо произошло. Человеку, которого опустили на постель и к ногам Иисуса, Иисус сказал, возьми свою постель и иди. И он попытался взять свою постель и пойти. Тогда произошло чудо. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. Двенадцать прокаженных людей. Когда они, десять прокаженных людей, когда они подошли к Иисусу, Иисус сказал, покажитесь священникам. И когда они шли, написано, они очистились. Каждый, кто получил чудо в имена Иисуса, он предпринял для этого какие-то шаги. Амин. Дорогие братья и сестры, наши чудеса, они находятся в районе нашей веры. Амин, 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 амин. Слава Богу. Давайте откроем свои Библии и прочитаем пятую главу Евангелия от Иоанна. И посмотрим со второго стиха. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Бехезда, при которой было пять крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых и сохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся у болезни 38 лет. Иисус увидел его лежащего и узнал, что он лежит долгое время, говорит ему, хочешь ли быть здоров? Больной отвечал, так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня. Иисус говорит ему, встань, возьми твою постель и ходи. И он в тот же час выздоровел, взял свою постель и пошел. Аминь. Слава Богу. Слава Богу, что Иисус творит чудеса. Аминь. Знаете, сегодня праздник Рашешана – это Новый Год еврейский. И вот, когда мы читаем эту историю, мы видим, что Бог действовал в израильском народе до того, как Он начал действовать в жизни христиан. Бог всегда любил еврейский народ. Поэтому, если ты еврей, а еще и христианин, тебе повезло в два раза. Аминь. Если ты не еврей, просто христианин, тоже повезло. Аминь. Если ты не еврей, и не христианин, тебе не повезло. Так вот, в Израиле была купальня. Она и сейчас там есть. Возле овечьих ворот. И там было чуть-чуть воды. И время от времени. Там не написано каждый день. Там не написано через день. Время от времени. Ангел Божий заходил в эту купальню. Возмущал там воду. А как, как, как? Стоп! И в этот момент каждый срывался со своего места и бежал в эту купальню. И кто попадал туда первый, скажи, первый, тот был исцелен. Но кто туда попадал второй, тот исцелен не был. Оказывается, чемпионаты везде были. Во все времена. Люди соревновались за свое чудо и за свое исцеление. Знаете, когда я думаю об этой купальне, я думаю, что она была не совсем справедливая. Почему? Потому что первыми всегда оказывались те, которые были самые сильные. И были самые здоровые. Ну, другими словами, у тебя зуб надкололся, ты прыгнул в купальню, он нормальный стал. У тебя там пальчик ты ударил, прыгнул в купальню, нормальным стал, выздоровел. Но этот человек, он был парализованный 38 лет. Я не знаю, сколько лет он лежал возле этой купальни. Библия нам об этом не говорит. Но я думаю, что его родственники, они его сдали в купальню. Они его сдали в купальню. Может быть, давали за него чуть-чуть денег каждый месяц. Чтобы ему кто-то покупал пищу. Я не думаю, что его хорошо кормили. Я не думаю, что его там хорошо за ним кто-то заботился. Но он ждал чуда. Поэтому каждый раз он смотрел на эту воду и думал, когда же этот ангел придет? Как только он придет, я первый доползу, первый прыгну. Он, наверное, находился возле этой купальни очень близко. Но все равно был кто-то, кто оказывался быстрее его. Поэтому этот человек сказал, я хочу попасть туда. Но первей меня всегда кто-то приходит. Первей меня. Братья, помогите мне. Есть братья? Помогите мне. Братья, помогите мне. Кто хочет быть 38 лет больным? Заходите, заходите, заходите. Заходите. Ну вот, хаек, наверное. Потому что ты такой, что ты никогда не заболеешь. Ты будешь жить 100 лет. Кавказская долголетия. Вот. Ложись. И вы тоже ложитесь. Ну не просто ложитесь. Надо смотреть на воду. Вода там. Смотрите хорошо на воду. Смотрите на воду. На воду смотрите. Итак, вы лежите. У тебя зуба нет. Ты мизинец ударил. Ты руку потянул. У тебя, я не знаю там, что-то, я не знаю, что там у тебя произошло. Поцарапался. И ты мышцу потянул, когда выигрывал в арм-брестлинг. И вот один человек, 38 лет, парализованный. Для того, чтобы ему попасть туда, надо либо, чтобы никого не было, либо, чтобы кто-нибудь ему помог, либо, чтобы у него была сила. Знаете, сегодня в мире ценится три вещи. Три вещи. Сила. Деньги. И связи. Он лежал долго. Потому что у него не было ни силы, ни денег, ни связей. Знаете, в Библии разные люди есть. Женщина, которая страдала 12 лет кровотечением, написано, она истощила свое имя. Мужик, которого четыре человека на носилках притащили к Иисусу, не могли пройти, но залезли на крышу, прокопали крышу и спустили его вниз. У него были друзья. В Артемей, который был слепой. И была целая толпа людей, которые хотели закрыть ему рот, заставить его замолчать. Он был сильный, хоть и слепой. Поэтому он мог кричать, прорваться и пройти к Иисусу. Но этот парень, он не имел ни силы, ни денег, ни друзей. Поэтому, когда начинала шуметь купальня, все, один идите, четверо возвращайтесь. Все, ты уже здоров. Здоров полностью. Исцеленный человек. Все, нормально у тебя все. Тебе уже ничего не надо. Ты здоровый человек. Просто ты и так был сильный, понимаешь? Ты пришел сюда, ты сильный был. Поэтому тебе несложно было исцеление получить. Знаете, сильным мира сего несложно исцеление получить. Тем, у кого деньги есть, им несложно исцеление получить. Если бы у него были деньги, он бы раздал бы людям. Раздал бы людям. Просто раздал бы там. Сказал, сейчас вот возьмете меня, сейчас возьмете меня и поднимите, и быстренько меня вкинете туда, и я буду исцелен. Но у него не было денег. Потому что на репцентре в купальне нет денег ни у кого. Да. Поэтому он лежал, и он не мог никого нанять. Знаете, есть у людей друзья. Друзья, друзья, друзья. Скажи, друзья. Друзья, да такое понятие. Знаешь, друзья, не друзья. Но есть ситуация, когда каждый за себя. Да. Вот это та ситуация. Здесь, понимаешь, друзей нема. Тут каждый за себя. Да. Нет, друзья могут помогать там в каких-то обстоятельствах, но здесь, здесь нет. Здесь каждый хочет исцелиться. Поэтому, когда начинают шуметь. Все, Артем, иди ты исцелен. Можешь прямо в Сибирь сразу ехать здоровый полностью. Короче, возвращайтесь вы. Вам не повезло, пацаны. Но вам не повезло, вам не повезло. Но в сравнении с ним у вас шансов больше. Потому что у вас есть сила. Вы еще что-то можете. И так, друзей у него не было, денег не было. Поэтому каждый раз, когда шумела вода. Все, давай, иди, здорово. Шумела вода. Он опять оставался там. Ты ближе хоть подползи. Ближе. Может, тебе легче будет в следующий раз. Давай, назад. Да. Вот так вот наклонись над водой. И прямо туда смотри. Смотри туда. А вы? Вам можно нормально себя чувствовать. Когда ноги, руки здоровы, все, вода зашумела. Все, иди. Егор, ты один остался. А, еще он, да? Но тут новые больные подошли. Новые. Новые больные. Новые больные. Идите сюда. Кто там новые? Давайте, идите, идите. Новые, идите сюда. Кто там еще? Новые больные. Давай, идите. То есть опять ты в краю очереди. Новые появились, да? Вон человек прямо с этого, с Ирана приехал. Как его первым не пропустить? Правильно? Садись. Все. Вон в Сибири, с Донецка. Короче, как их не пропустить? И, в общем, опять все сначала, все сначала, все сначала. Знаете, когда очередной раз вода зашумела, очередной раз кто-то исцелился, и очередной раз он разочаровался, потому что не попал в купальню. Сзади к нему подошел человек. Человек, о котором еще никто ничего не знал. Человек, который еще не успел совершить много чудес, потому что перед этим у него было всего два чуда. Он превратил воду в вино на свадьбе и исцелил дочку царедворца. И вот он подошел и похлопал по плечу. Сказал, хочешь ли быть здоров? Хочу. Но нету человека. Нету человека. Хочу, человека нету. Силы нету. Денег нету. Ничего нету. Ни денег, ни силы, ни человека. Ничего нету. Все. Безысходность. Знаете, что он подумал? Наверное, этот парень, который подошел к нему сзади, он над ним издевается. потому что вода уже не шумит, ангел уже ушел. Наверное, издевается. Наверное, просто кто-то решил надо мной посмеяться. Так многие люди думают. людей на служение приглашаем, кто-то думает, наверное, решили над нами посмеяться. Наверное, решили над нами поиздеваться. Послушайте, братья и сестры, Иисус в эту землю пришел надолго, пока не будет спасен последний грешник, пока не будет исцелен последний больной. У этого парня ничего не было. Ни силы, ни друзей, ни денег. У него было единственное желание. 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 Когда встречается твое желание и Иисус, этого достаточно. можно не иметь друзей, можно не иметь силы, можно не иметь денег. Ты можешь без денег жить, если у тебя есть Иисус, если у тебя есть сильное желание. Хочешь ли быть здоров? Знаете, он думал, что над ним издеваются, но потом он повернул свою голову и увидел Иисуса. Иисуса. Знаете, Иисус это не был обычный человек из службы социальной помощи. это не был человек, который принес ему деньги. Да, Иисус был сильным, он выгнал из храма бичом всех торговцев, он мог взять бич, растолкать всех и помочь этому человеку попасть в воду. Нет, у Иисуса есть что-то большее, у него есть что-то большее. Он посмотрел в Иисуса и что он увидел? Рядом с ним стоял кто-то, кто пришел не просто исцелить его, он пришел умереть за него. Слушай, Иисус, он пришел за тебя умереть. Поэтому когда он тебя спрашивает, хочешь ли быть здоров, верь ему. Я говорю, верь Иисусу. Он не соцслужбы. Он пришел за тебя умереть. Он пришел отдать свою жизнь за тебя. Он умер, чтобы ты воскрес, чтобы ты был живой, чтобы ты был праведник, чтобы ты был свободен. Он умер, чтобы ты жил. Он еще ничего не знал о нем, но он увидел, Иисус готов сделать все. у него он не дал ему денег. Он не позвал людей, которые вкинули его туда. Он не дал ему силы, он дал ему свое слово. Знаешь, тот, кто умер за тебя, у него для тебя есть слово. Это слово исцеляет, это слово освобождает, это слово благословляет. Ранами его мы исцелились. Он искупил нас от проклятия, чтобы все были здоровы. Братья, вы можете вставать, уйти. Аллилуйя! Амэн! Иисус, Он умер за тебя, чтобы ты получил спасение, чтобы ты получил прощение всех своих грехов. И чтобы все твои болезни, они были полностью исцелены. может, ты как этот человек, у которого уже нет силы бороться, помочь. Тебе никто не может или не хочет помочь. Может быть, если бы у тебя были деньги, ты бы купил эту помощь, но у тебя нет достаточного количества денег. я тебе скажу, кто у тебя есть. У тебя есть Иисус. Я говорю, у тебя есть Иисус? Да! У тебя, у которого нет силы, нет денег, нет связей, у тебя есть Иисус? У тебя есть Иисус? Иисус, который стоит рядом и который ждет одного ответа на один простой вопрос. Хочешь ли быть здоров? ли простой вопрос? Хочешь ли быть здоров? Простой вопрос. Ты долгое время лежал без силы, без денег и без друзей? да, те, кто ты думал, что это друзья, они оказались не друзья. Там, где ты думал, что тебе помогут деньги, деньги, деньги помогли, где ты рассчитывал на свои силы, твоя сила тебя подвела, подвела. Да, твоя сила тебя подвела. Ну, вот туда, где ты лежал беспомощный, пришел тот, для которого нет ничего невозможного. его имя Иисус. Иисус. И Он стоит возле тебя. Он рядом. Он знает, что силы тебя покинули. Он знает, что твои карманы пустые. Он знает, что друзья тебя оставили. И Он не спрашивает за друзей. Он не спрашивает за деньги. Иисусу не нужны твои деньги. Слушай сюда. Я говорю, Иисусу твои деньги не нужны. Иисусу нужно твое да. Просто да. знаете, когда Он ходил по земле, Он говорил, пусть ваши слова будут да, да, нет, нет. Ему нужно да. Четкое, ясное, определенное, уверенное. Да, Господь, хочу быть исцелен и буду. служить тебе и пойду за тобой. Да, Господь, я буду делать на этой земле твою работу, пока есть сила. Да, Господь, я буду служить тебе. Даже если кто-то будет меня предавать, кидать, отказываться, я буду продолжать служить тебе. Да, мое да, мое да, мое желание и Иисус. Слушай, здесь никого нет. Здесь есть ты, Иисус. Ты, Иисус. И Он задает тебе вопрос. Хочешь ли быть здоров? Он не сказал восемь шагов к получению исцеления. Он не сказал двадцать принципов, чтобы исцелиться. Он просто сказал хочешь ли быть здоров? У Него ничего не было. О, если бы у него были эти четверо друзей, по вере которой он получил исцеление, если бы у него были деньги, которые он мог заплатить, если бы у него была сила, чтобы он мог прорваться, но у него ничего не было. Даже если у тебя ничего нет, Иисуса достаточно. Я говорю, Иисуса хватает. Нам хватает Иисуса! Нам ничего не нужно, кроме него! Иисус, ты рядом со мной. Я хочу, чтобы сегодня ты услышал мое да. и иисуса